так ну что здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас к обзору наш очередной проект большой интересный это джип рубикон ранглер 392 комплектация то тот который с двигателем 6 и 4 мы его покупали в стаке клиент попросил сделать определенный тюнинг и мы уже как бы начали работать над ним вот и сегодня мы хотим представить вам что у нас получилось ну что давайте начнем и 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 перед тем как мы пойдем уже вокруг и будем рассказывать что мы сюда поставили пару слов вообще как вообще зародился этот проект купил эту машину наш давний клиент он уже у нас не одну машину купил вот и когда выбирали 392 начали советоваться по цвету автомобиля он говорит посоветуйте что ты мы вот посоветовали ему этот цвет цвет называется stingray переводе с английского таска вообще это очень популярный цвет сейчас особенно на каких-то спортивных автомобилях вот у нас трекхок стоит в этом цвете то у нас еще было недавно машинка в таком цвете то есть он сейчас очень популярный 392 тоже можно сказать спортивный джип совсем и вот когда пришла машина клиент маленько подрастроился говорит блин что то как то вот он не супер выигрышный для него цвет опять же на вкус и цвет как говорится и говорит давайте его как то обыграем ну и делаем все остальное что планировать вот с благодарностью еще раз нашему клиенту он как бы дал нам на все карт-бланш ребята смотрите ребята решайте хочу чтобы было красиво в принципе ну как бы доверился нам мы многие вещи там не советовались как бы подавали идеи он говорит да вперед и мы уже вовсю как говорится ставим и покупаем сегодня мы хотим вам представить что из этого получилось коль это у нас машина цвет stingray мы решили сделать так называемый джип 392 stingray edition вот видите там наклейки у нас stingray edition и выдержать это вот в этом стиле все то есть серый золотой золотой это как бы фирменная фишка 392 если у обычного рубикона вся окантовка красного цвета то 392 все вот таком золотистом акценте и 392 и крюки и надпись вокруг джип и вот мы как бы решили продолжить эту тему и в то же время создать вот эту морскую тему и вот сегодня мы хотим вам представить что у нас получилось еще раз напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете по этому поводу сейчас мы вам покажем какой он был и вы скажете ну действительно есть разница большая что они и и и и и и и и ну и первое что мы сделали конечно это колес сразу отмечу что 392 идет уже с лифтом мопаровским два с половиной дюйма это 5 сантиметров и по заявлению производителя 37 колеса вы сюда ставите четко без дополнительных там поднятий подпилов и всего остального мы хотели поставить 38 если честно мы знали что придется снять вот эти вот клыки из бампера останутся только поворотники принципе тут еще непонятно если клиент поэт на офф рот какой-то серьезный может придется их и по-любому снимать вот но пока мы это дело оставьте как есть но 38 хорошие резины просто не было в наличии срок ожидания вообще какой-то сумасшедший и мы остановимся на 37 это это не это rigid grappler классный рисунок очень популярная резина и многие не только джиплера кто вообще как бы знаком с оффроуд резины ее хвалят она смотрится хорошо и и едет хорошо диски конечно же диски нам надо выбрать было золотым бронзовым акцентом небольшой был выбор мы сначала хотели взять одни но они диск контину то есть их уже не выпускают и потом мы нашли вот эти диски мы ужас был опыт мы стали такие диски на ребел очень классно они смотрятся показали клиенту клиент грида мне нравится там из трех вот этим из пяти вот эти три готов и мы вот взяли такие диски это имитация бедлака но она тоже классно смотрится не все золото а черный бедлак интересным таким стал автомобиль а еще что мы сделали мы покрасили суппорта в красный цвет вообще сразу отвлекусь уже знаком с этой моделью и мы очень много ее продаем сейчас практически каждый второй джип который у нас покупается это 392 там у нас сейчас заказе целых пять машин приходит уже мы знаем отзывы клиентов и всего единственно что мы сюда не сделали и что я рекомендую всем будущим владельцам во первых поменять тормоза мы хотели уже но там был срок ожидания большим уже не могли задерживать проект можно ставить хорошие большие 6 поршневые тормоза мощные и это принципе ну нормальных денег стоит и сюда можно было поставить золотыми суппортами но мы просто не успевали по времени если клиент захочет моему потом это дело дошлем так мы покрасили просто суппорта в красный цвет она тоже хорошо смотрится хотели мы поставить защиту арбишную на защиту дифференциалов красную тоже сыграть тоже там было с ней проблемам не успели вторую вещь которую надо делать обязательно это защита днища тоже она делается долго мы заранее не согласовали потом когда очнулись тоже уже не успевали если что мы всегда дошли вам клиенту защита днища особенно картер там сильно открыт 3 3 конечно неплохо поменять здесь амортизаторы на falcon и факты вот эти которые идут заводском исполнении немножко все равно машина не так себя ведет как на falcon а вот три вещи которые я рекомендую обязательно каждому покупателю 392 ну а теперь пойдемте уже что мы сделали вы видите насколько поднялся клиренс этими колецами естественно стоял вопрос какие ставить сюда подножки мы нашли вот это вот решение очень классные подножки во первых они вот таком исполнении они достаточно широкие и вы уже сюда можете наступать они полностью закрывают ваши пороги то есть они выполняют функцию как защиты там толстый металл порядка тройка наверно и она полностью полностью вот так вот вот такой ширины подножки вот ну и также они электрические вот так вот они выдвигаются мы еще установили туда синюю подсветку и вы спокойно можете подниматься уже и заходить ваш автомобиль все удобно и опять же повторюсь вот они закрылись все полностью закрыто пространство все моторы все закрыто то есть они у вас не схватятся не там не замерзнут все продумано четко и также тут существует кнопка их отключения тоже полезная вещь вот это тоже интересное решение мы таких никогда не старались но я очень советую классно отрабатывать сюда ну первое конечно же лебедка какой джип без лебедки лебедку как всегда мы ставим варновскую xenon platinum десять тысяч паундов тяговое усилие беспроводной пульт сюда мы ставим факторовские fair lead и сам крю кстати многие спрашивают какое качество фактора фактор это тот же вартука как отдельное подразделение но она все принадлежит варну вот так что вы не стесняйтесь цвет крюка мы тоже старались подобрать под наш общий дизайн но золотистого не было но мы взяли близко к нему такой темная бронза ну и защита синтетического троса мы тоже всегда ставим и конечно же вот такой флипстер очень не раз мы его показывали все наши клиенты такой хотят на пластиковой шарнире таком который не испортится не заржавеет мощно алюминиевый и он закрывает вашу лебедку и сюда вы уже вешаете в основе дальше по свету тоже мы с клиентом обсуждали какие улучшения мы можем сделать но вот это мне кажется оптимальное решение то есть на бампер мы не стали ставить эту дугу которая здесь совершенно не нужна фары баха шестерка мы установили прямо на бампер сейчас уже пошли на них такие крышки специальные вы знаете что еще вниз мы поставили желтые потому что свой эффект вес от желтого цвета габаритами они подсвечиваются желтеньким цветом здесь это окошко у нас тоже подсвечивается желтым цветом и два режима включения ближний дань у этой фары есть то есть они себя прекрасно отрабатывать и дают вам большой прирост света ну и на сами пиларсы близок лобовом стеклу мы тоже поставили баха только четверки у них только дальний свет но они стоят вверху и как раз хороший дают пучок дальний точно также нет на них смешанный цвет дальний и рассеивающие эти разные линзы по бокам у них точно также есть огни и с габаритами они также светят желтым то есть вот эти два две пары света дадут вам все что вам необходимо и на уф рот и где-то в лесу в поле то есть этого вполне вполне будет вам достаточно ну а дальше пошел дизайн конечно же вот этот серый 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 цвет хотелось чем-то разбавлять чем разводить ну естественно делать золотой акцент золотисто-бронзовый и делать больше тоже черного вот такую мы сделали наклейку на капот по спец заказа делалась наклейка вы видите тут тоже самое силуэт ската стенгрей очень красиво смотрится и вот он сразу поменялась машина ну и конечно же золотой акцент мы добавили в решетку во первых мы защитные эти решетки покрасили и все элементы вокруг фары и грилла я считаю тоже очень интересно получилось здесь у нас тоже планировалось большая графика такая интересная в черном цвете но потом мы нашли вот такие вот элементы как накладки на двери молдинги этот мы нашли кстати носимо шоу решение поставив их и поставив еще дополнительные вот сюда тип фары эти фары работают двойном режиме с габаритами он светит желтеньким можно сделать его на габариты можем ввести на поворотники данном случае мы посчитали лучше с габаритами ярко-оранжевый светит а когда вы включаете заднюю скорость у вас полностью освещается пространство по бокам что тоже большое дело особенно оффроуд вы сразу же тебе хорошую подсветку даете это можно вывести просто на отдельную кнопку но мы подключили на заднюю и вот этот вот решение вот это черно вот это черное когда мы еще наклеили графику мы поняли что это уже будет лишний и не так интересный этот серый цвет тоже потеряется вот таком решении мне кажется тут прямо вот то что нужно получилось конечно же stingray edition в золотистом цвете это как бы получилось свое такое специально выпуск этого джипа ну и вот тоже хорошо смотрится разбавилась ветровики это же ветровики это мопаровский оригинальные и у них есть возможность взять либо матовый либо но в данном случае глянет здесь красивее смотрится на также то наше мнение пойдемте по кругу сзади мы тоже поставили защитные решетки это алюминиевые решетки то же самое их покрасили в золотой цвет вот добавила тоже своего акцента золотой крюк это уже шло в базе с этой машины заднее колесо она намного больше чем стандартное колесо нам пришлось тут конечно поломать голову потому что она совершенно не остановилась она упиралась бампер мы заказывали несколько различных кронштейнов которые решают эту проблему но они не не работали вот с этой усилителем петли мопаровской а это тоже обязательно вещь потому что вес этого колеса по моему больше 50 килограмм но и в конце концов мы нашли тоже решение все это сделали и вот оно прекрасно стало убрался у нас ушел тут дополнительный стоп-сигнал и мы сделали несколько решений мы во первых стоп-сигнал поставили круглый вот здесь посади и мы поставили rigid фару сюда которая срабатывает при нажатии на стоп красным ободком а при заднем ходе у вас появляется дополнительный белый свет который тоже не хватает вот это вот мы все обыграли вот буквально в одной фаре решением ну специальный кронштейн увидите решеточкой джип который позволяет нам все это установить камера заднего вида здесь уже вынесено было с ней ничего делать не не пришлось давайте сразу мы освободим багажник чтобы показать вам все остальное здесь как всегда расходники фильтра колодки это необходимая вещь фарков алюминиевый с регулировкой высоты и шары различные это у нас набор инструментов он как дюймовый так и метрический вот эта компания dewalt достаточно качественно делает инструмент и многие клиенты просят такую вещь себе иметь легко складывается вот в такой чемоданчик превращается специальный набор к лебедке здесь у нас дополнительные шаклы блок антикоррозионная тропа вокруг дерева которая и буксировочная стропа ну и перчатки вот такой вот варновский набор с рюкзачком человек который покупает лебедку даже которые не покупают лебедку но ездит на джипе надо тогда брать такой набор и хотя бы домкрат большой хайджек сюда мы установили вот такую полку полка полностью алюминиевая и мы покрасили вот такой красно-черным не мы покрасили производитель она регулируется кстати по высоте совершенно не дребезжит здесь есть специальные крючки на которых вы можете если что закрепить ваш багаж и повесили вот такие сумки у нас уже был опыт общения они очень удобные вообще не занимают никакого лишнего пространства то есть все что вокруг вот это вот квадратная вещь и вот таким вот образом они открываются вот и сюда вы можете сложить все что вам необходимо какой-то инструмент уже не тушите все что вам нужно вот сюда раз и пошло вашу сумочку точно такая же сумка а и стороне ну и сюда мы положили вот такой вот коврик хаски тоже очень удобно достал помыл все год конечно же не обошлось без компрессора какой джип без компрессора компрессор мы сам установили вот сюда в это пространство у 392 почему мы не так и не поняли к сожалению место меньше чем у обычного джипа обычного джипа мы ставим 2 моторный компрессор здесь она стоит 1 моторный арбе компрессор но его хватает мощности внизу у него мы поставили алюминиевый бачок расширитель на один галлон а сама подключение фильтра мы вынесли вот сюда сбоку вот таким образом вы кнопочка активируйте вас компрессор здесь у вас быстро съем и фильтр на сам компрессор воздушный вот и все это у вас скрыто абсолютно все это не видно и не занимает никакого места кроме того мы сюда вот встан такую лампочку это практически маст хэв на каждый джип очень четко на работает мы не подключали на постоянно вдруг будет клиент снимать крышу вот таким вот образом вы ее включаете это режим допустим что-то случилось режим аварийки вас видно издалека это режим подсветочки а это режим уже подсветки у вас здесь то есть наметили вы какой-то там пришли разгружаете ваш багажник либо у вас какой-то небольшой пикник вот такой вот столик мы всегда тоже ставим кстати очень классный столик до этого мы пробовали мопар но он не сравнится с этим столиком во первых видите он двухэтажный тоже он полностью алюминиевый очень легкий у вас огромная получается площадь и вверху и внизу сюда вплоть там до плитки вы можете поставить и что-то готовить если у вас там нету столика ну вот здесь вот все подсвечивается сверху очень четко очень-очень удобно и вот так вот легко он складывается как всегда для компрессора если это rb компрессор мы кладем rb электронный манометр с подкачкой пистолет воздушный конечно же и рбшный набор это сам шланг длинный которым вы можете подойти каждому из из колес палатку палатку мы установили roof nest condor это самая популярная палатка она очень удобно раскладывается вот так вот сторону здесь у вас еще навес целый над машиной получается это не excel не четыре человека здесь они позиции мира два взрослых третий ребенок могут спокойно в ней отдыхать сейчас мы вам тоже ее покажем еще мы поменяли конечно же антенну вот это очень интересная антенна она такая выполнена форме оружейного ствола ну и классно тоже вписывается в общий дизайн ну что теперь пойдемте вовнутрь снаружи мы это все обыграли весь наш золотой акцент stingray edition но хотелось что-то порадовать клиента изнутри ну во первых мы поставили золотистого цвета ремни очень тоже добавляет вы видите здесь все уже как бы производитель сделал много за нас то есть вся золотая строчка ты рубикон 392 это все уже было вот эти все золотые прошивки мы не стали мы могли много там и по сиденью поиграть но с этим мы не стали уже экспериментировать в принципе у клиента мы знаем ни одна машина и тут особо но нечего удивлять вот сиденья мы мы не пошли глубоко но по салону мы поиграли ну первое что решили добавить этот вот золотистый акцент куда конечно же мы поменяли панели стандарт они серые вот сейчас увидите какой он был штатном исполнении и мы поставили вот это золотистый видите смотрится совсем по-другому мы добавили золото на дверных панелях мы добавили золото на руле руль кстати мы тоже не стали менять вот еще могут такие вот ручки поставили они тоже обязательно нужны полезная вещь накладки на пороге мы поставили черненькие не стали мы менять руль потому что у рубикона он уже вообще супер выглядит во первых вот он по-настоящему такой спортивный трех спицевой с утолщениями нужными поэтому руль мы не стали уже меня там карбона добавлять он так хорошо сработал единственно что мы добавили сюда вот этот золотой акцент и мы сделали подрулевые лепестки тоже в золотистом цвете ну вот это я думаю то что нужно ну и конечно же опять же морская тематика и сюда мы точно также сделали вот такую вот морскую наклейку это тоже спецзаказ я думаю что блин смотрится просто классно и наш клиент будет ездить и радоваться знаете что я вот сейчас вот мы делаем эту съемку я вспомнил с каким я интересом смотрел передачи не называлась дачный вопрос помог когда люди уезжали а им ремонтировали дачу и делали все по-новому вот это получается точно так же с машиной человек как бы говорит хочу красиво а мы уже тут стараемся хотя мы как говорится не дизайнеры но тоже включаем свой опыт и как говорится понимание вот поэтому вот блин интересно потом снять когда заводят уже людей домой показываем как все красиво они ахают вау вот посмотреть как ленту но мы ему послали может понравилось так что еще мы сделали ну вот такой вот поставили подставку для телефона она вместе вот с этой коробочкой тут для мелочей тоже полезная вещь и она всегда с вами мы расставили нашу палатку покажем вам ее это повторюсь палатка от компании roof nest очень много мы их используем хорошие качественные палатки с качеством материала и все сделано очень добротно и принципе очень быстро шиппинг никогда ждать не приходится от них это модель condor это не самая большая из condor excel мы взяли condor поменьше для джипа она как раз сюда идеально становится два человека взрослых легко располагается в ней еще можете вполне там ребенка даже двух надо положить вернемся к этой платформе мы вам не показали изнутри что насколько она хорошо распределяет весу и эти три точки крепления по крыше но это не просто крепление к пластиковой крыше каждому из креплений проходит такой стальной штамповочный лист который ложится уже здесь на саму раму то есть продавить уже невозможно она реально держит хороший вес и вы реально можете ставить сюда палатку снимать вы видите здесь ключики быстросъемы вы просто отключили и палатку снимаете вместе с платформ можно снять палатку отдельно но так как здесь профиля очень низкие достаточно сложно будет ее открутить мы сейчас нашли носимо новое решение по установке палатки и дальнейшем палатки будем устанавливать немножко по-другому ну а так еще у человека остается эта платформа во владение к нашей палатке идет такая большая комната но так как мы уже на асфальте на траве уже сыра и влажно мы не могли это сделать по этому комнату мы вам не покажем здесь но вот здесь вы и увидите как она работает пойдемте наверх вы видите мы здесь открыли окошки оба боковых окна открыто когда надо они очень легко складываться эти прутики убираются ну и сам навес над центральным входом roof nest теперь дарит каждому покупателю палатки вот такую душевую комнату которая легко раскрывается это у нас такой коврик для песка ну и здесь различные карманчики которые вы повесите это вешается внизу цепляется по кругу и здесь там для обуви для каких-то умывальных принадлежности в общем это все у вас тоже тоже есть вы видите каждое окно и вход оснащены москитной сеткой даже сверху можете открыть окошко и получить солнце больше кстати и сверху еще точно так же закрывается она это окошко ну-ка да сверху у нас еще стеклянное окно не стеклянная но такая пленка вы его можете полностью открыть вот таким макаром и есть еще шторка специально как машине когда вы люк закрываете вот так вот эта шторка блокирует часть света ну если вам нужен цвет вы его запускаете к себе в палатку если же не нужен спокойно перекрываете вот очень удобно посмотрите насколько она длинная вот я спокойно лег то есть человек метр девяносто сюда поместится вполне даже двух метров вот толстый матрас ну в общем все продумано все четко все удобно есть у них еще супер теплая палатка но она раскрывается несколько по другому она раскрывается вверх и к ней идет такое утеплитель insulation как бы двойная стена но и и минус то что к ней не предлагают вот такой вот комнаты он как для кондора вот но она может быть тепла вообще конечно сейчас очень развивается это направление и различных моделей становится все больше и больше поэтому я думаю что в будущем у вас тоже будем радовать новыми моделями палатка здесь внутри вот такая подсветочка блин зараза надо взять и избе следующий раз этот какой-то вы подключаете так power bank у своему и вот здесь регулируется свет ярче меньше вообще выключить у вас здесь уже твоя подсветка и все это смотрите очень легкая конструкция сверху у нас там крышка пластиковая это все полностью алюминий мощные стоят амортизаторы открытия вот и в принципе вы всегда если надо тут даже нужно весь это основание отстегнуть от крышки и у там допустим вам надо постирать что-то перешить она легко убирается и ремонтируется так ну что друзья пока мы тут снимали уже почти стемнело сейчас такие сумерки которых будет хорошо виден свет мы вам сейчас его тоже продемонстрируем и пару еще интересных вещей которые мы ставим первый раз о которых мы забыли рассказать первое что мы сейчас предлагаем на все наши машины специальную бронепленку на стекло который мы клеим в зависимости от модели там стоит это там от 250 до там 350 но это полезная вещь потому что вы смотрите на аренглере вообще стекло практически вертикально и камней вы можете наловить будет здоров а эта пленка реально спасает вас от от сколов и от трещин поэтому предлагаем практически на каждый ренглер вот такую установку это очень важно ну и кроме того на raptor на рэм все мы сюда поставили спортивные педали тоже до этого мы не ставили а сейчас поставили такой набор и поставили мы сюда специальный прибор который делает рекалибровку колес потому что колеса реально увеличились там в 33 до 37 меняет все настройки вот то мало того что он позволяет калибровать прибор подключается по bluetooth к вашему телефону у вас много там еще полезных вещей которые вы можете сделать с вашей машины давайте поговорим по свету мы уже не раз ставили такие лампочки вы видите как они красиво подсвечиваются с габаритами а сейчас мы покажем как они работают уже реальным светом вот это у нас по моему ближние а вот это у нас да вот у нас ближний дальний дальше это у нас наши верхние лампочки а это у нас подсветка по по дни еще очень эффектно она смотрится это новые лампы совершенно новые кейси light выпускает новую серию посмотрите как они сколько там светодиодов вы можете выбирать различные фильтра мы поставили именно синенькие фильтра так как у нас подсветка и по подножкам синие но смотрится очень супер издалека ваша машина прям такая интересная но то же время если вы где-то там по камням она тоже подсветит днище вам ну и видите у нас и подсветка на подножке такого же цвета оранжевым светом светится с габаритами наши лампочки боковые а сейчас мы включим задний свет покажем как освещается задняя передача так и вы видите сколько сразу у нас света по краям ну и также задняя включается у нас rigid лампа тоже так друзья но вот сегодня может вам представили наш очередной ценен проект всегда очень волнительно и радостно вот показывать уже конечный результат когда машина сделана у нас много как бы таких ну незначительных апгрейдов на машины которые мы там собираем несколько машин в одно видео и какие-то вам элементы чисто показы периодически всегда есть какие-то большие проекты над которыми стоят определенные задачи которые надо решить как с точки зрения технической так и с точки зрения эстетической вот этот проект на на больше эстетический чем технический вот надеюсь он вам понравился пожалуйста вот оставляйте в свои комментарии к видео конечно же лайки подписки колокольчик вот ну и хотелось бы в заключении отметить что если вы обращаетесь к нам там с просьбой разработать и исполнить уже какой-то проект тюнинг проект серьезный проект пожалуйста наберитесь терпения потому что это не может быть быстро там бам и там недели 2 ваша машина выехала во первых ну всегда есть срок ожидания материалов вот если это серьезный проект мы понимаем когда вы поставить вас на подъемник и уже начать работу но самый долгий срок это вот все сформировать все понять как это все будет вместе работать срок ожидания поставки вот этот как бы занимает время потом всегда что-то ходит это не то это отправляется назад покупается новое меняется поэтому если вы готовы и у вас есть планах что-то большое грандиозное интересно и вы планируете обратиться к нам может быть кому-то другому но игры всегда хороший проект он занимает время поэтому тут уже надо быть терпеливым все спасибо за ваше внимание все вопросы по тюнинг проектом по покупке автомобиля все наши контакты в описании соцсети вайбер ватсап telegram мы всегда на связи пожалуйста отправляйте удобным способом ваш запрос и мы вам дадим максимально конкурентные условия поставки спасибо до свидания спасибо за просмотр! . . . . . . .